Профессор Мушей Шарон, Hebrew University, Jerusalem. Существует вопрос относительно Ислама и его положения в истории. И на самом деле, то, что мы находим, это факт того, что вся история в своей основе фактически является исламской. Что означает, что все основные фигуры в истории фактически мусульмане. От Адама до наших времен. Таким образом, если евреи или христиане пытаются чего-то добиться, оперируя фактами существования царя Давида или царя Соломона, а также пророка Моисея или Иисуса, тогда, конечно, то, что они делают, не является истиной. На самом деле, они не знают, что фактически все эти личности были мусульманами. Фактически, с момента сотворения существовала только одна религия, и это религия – ислам. Таким образом, если кто-либо скажет что-то относительно места, связанного с Соломоном, и что якобы там стоял храм царя Соломона, то настоящий мусульманин скажет, что, несомненно, вы правы. Однако, не забывайте, что Соломон был мусульманином, и Давид, и Авраам, и Исаак, и Иисус был мусульманином. Вот это и является тем, что мусульмане называют «исламской историей». Отсюда ясно, что через исламизацию истории и география становится исламской. Земля, которая была связана с этими людьми, пророками, которые все были мусульманами, является территорией ислама. И потому, когда ислам под своим именем не был на той территории до того, как Мухаммад пришел туда, а он там должен был быть, и под этой территорией я имею в виду Ближний Восток, и те территории за пределами Ближнего Востока, и те, что теперь принадлежат мусульманам. Потому любое место, как это и должно быть, должно быть освобождено, не завоевано, а именно освобождено. И так ислам пришел в историю во времена Мухаммада, а точнее вернулся, как освободитель. Таким образом, нет никакой исламской оккупации. А если кто-то и оккупировал эти территории, то это всегда бывали кто угодно, но не мусульмане. Отсюда ясно, что нет никакой исламской оккупации, если же исламское освобождение.